Глава пятнадцатая, в которой речь идет об особенностях белорусского менталитета и секретах приподнятой атмосферы Ты правда приедешь в Дубровицу? Просто гора с плеч Я стоял в кабинке переговорного пункта и трепался со Стариковым, фотокором из редакции «Маяк» Обязательно зайди ко мне, есть дело очень важное, очень личное и очень нетелефонное Заинтриговал, женек, как есть, заинтриговал, хоть намекни, в чем суть-то, к чему готовиться? У тебя там какие-то серьезные перемены? Серьезней некуда, женился я три месяца назад Ого, вот это была новость, так новость, а на ком? Ох, Гера, ты не поверишь, рассмеялся Стариков совершенно счастливым голосом На Машеньке Листья дубовые падают с ясеня Я отодвинул трубку от уха и посмотрел на нее внимательно, как будто телефонный аппарат мог мне что-то объяснить Вот ни хера себе, так ни хера себе Приезжай, все расскажу, тут такие перемены, боже мой, адрес мой знаешь? Как не знать, ты там же, на болоте? На болоте, в общем, жду, сначала в редакцию, потом ко мне У меня просто не было другого выхода, хотя очень хотелось заняться пробегами Есть своя прелесть, например, спиртзавод под Дубровицей в Золтанове Уникальное место с уникальными людьми Между прочим, основан аж в 1800, бог знает каком году Помещиком с Золтаном Предприятие процветающее, туда даже из города на работу люди ездят Еще раз, из города, в село, не наоборот Поглядеть на такое диво и я должен был А еще написать про нового директора со смешной фамилией Михалыч И про передовиков производства Поехать хотелось, родина И не хотелось Будущая теща прилетела из Мурманска с девчонками И возвращаться в квартиру с работы было теперь в три раза приятнее К нам приехал, к нам приехал белозольчик дологой Пела Аська, когда я заходил в дверь И смешно морщила нос А мы с мамой сделали орешки со сгущенкой Пищала из кухни Аська Это кого хочешь заставит торопиться домой И отобьет желание уезжать даже в страну с молочными реками и кисельными берегами Думал поеду крутить хвосты коровам в освею В итоге отправился дегустировать спирт в Дубровицу Размен приемлемый, даже более чем Машина оказалась не наша, корпунгская, а попутная Я трясся в рафике вместе с какими-то музыкантами из джаз-оркестра «Калейдоскоп» Приписанного к филармонии Эти прожженные лабухи лет 25-30 ехали на гастроли Дубровица, Каленкович и Мозырь И наперебой спрашивали меня о нравах публики и тамошних злачных местах И репетировали, репетировали, репетировали Опытный водитель напихал полные уши ваты, чтобы не слушать трубные глаза медного хора Я же был вынужден страдать По дурацке белозоровской привычки меня рубило спать А делать это рядом с репетирующим оркестром оказалось весьма проблематично Но свое дело сделали однообразная серая хмарь за окном Подскакивающая на колдобиных машина Джазовая импровизация Джем, внезапно ставший колыбельной Тяжелые веки, благодатная тьма В то время как товарищ Белозор спал Пуская слюни из уголка рта на обивку сиденья микроавтобуса РАФ-2203 В Минске повторялись события, которые вошли в историю советской организованной преступности Как казанский феномен Каневский сидел на водительском месте С решительным видом орудия баранкой и рычагом коробки передач А началось все в 1974 году Когда три друга подельника Антип, Джавда и Скряба Организовали подпольный спортзал, качалку Недалеко от казанского завода «Теплоконтроль» Это было единственное место на районе, куда по вечерам могли прийти подростки Название группировки происходило то ли от созвучия с заводом То ли от собранных на коленке, тяпляв, тренажеров для спортзала Кодекс банды был достаточно жестким Не пить алкоголь, не курить, своих не бросать Имелась и униформа, обеспечивающая неплохую защиту от физического урона Шавка-ушанка с завязанными ушами и телогрейка Леонид Семенович, физического урона? Серьезно? А запас манный значок теплоконтроля не увеличивал? Вот точно такое же несерьезное отношение к методам тяпляповцев И привело к тому, что для устрашения некоторых фарцовщиков и цеховиков А также для внушения ужаса казанцам стала применяться тактика пробегов Нахмурился Каневский и пошевелил усами Так, например, 31 августа 1978 года Такой пробег был осуществлен в район речного вокзала Полсотни подростков, вооруженных огнестрельным оружием и металлическими прутьями Рассеклись по переулкам, избивая и стреляя во всех, кто попадался у них на пути Разбивая стекла и поджигая машины Жертвами беспредельщиков стали несколько десятков раненых и двое убитых Никто заявление в милицию так и не подал «И что, вы думаете, в Минске орудует последователи тяпляповцев?» Спросил я На что получил закономерный ответ воздух Есть медицинская теория, по которой одним из признаков серьезного психического расстройства Является наделение выверта собственного подсознания человеческими чертами И попытки общения с ним Так, например, известный американский преступник Билли Миллиган «Леонид Семенович, ну что вы начинаете? Помогли бы хоть раз по-человечески!» «Воук не полюет, там дзе живе!» Внезапно по-белорусски выдал Каневский, воздев палец к потолку рафика Микроавтобус тряхнуло особенно сильно Мою башку подбросило на спинке сиденья так резко, что я класнул зубами и прикусил язык «Айч!» — только и сказал я, приходя в себя в атмосфере джазовой музыки и хриплого гроулинга солиста Водитель курил в полуоткрытое окно и косился на меня подозрительно Кажется, объем ваты в его ушах значительно увеличился «Это часто с вами?» — спросил он чрезвычайно громко «Что часто с...» — язык, честно говоря, побаливал «А? Во сне, говорю, часто бормочите?» — редко, — отрубил я «Есть у кого-нибудь спиртное? Рот прополоскать?» — язык прикусил Мы проезжали паричи, и местные жители шарахались в стороны, прочь с обочин, напуганные вокальными трелями и руладами джазмена, с тонами саксофона и ревом тромбона Честно говоря, выбравшись из рафика у Дубровецкого городского дома культуры, я с облегчением выдохнул Обратно я поеду поездом Играли джазисты слишком громко, пусть и не бесталанно, и спиртного у них было чересчур много Они что им, трубы свои протирают? Сразу решил зайти в редакцию, поздороваться и договориться о совместной поездке на спиртзавод Даня там явно найдет, про что написать, рубрика «Люди труда бездонна» А ехать в компании с ним, Стариковым и Анатольевичем — это будет явно очень веселое мероприятие По ухоженной перехожной дорожке за пару минут я дотопал до знакомого до боли здания и поднялся по ступенькам крыльца Только потянул за ручку, растягивая удерживающую дверь пружину, только шагнул внутрь, как Аленушка из приемной сказала «Ах!» А Анатольевич из коридора сказал «О, Белозор, будем называть вещи своими именами, ты очень кстати, пойдем таскать макулатуру» И мы пошли таскать макулатуру Кипы бумаг из окна нам выбрасывал Стариков и Даня Шкловский, а мы грузили ее в каблучок «И как тут обстановка?» — уточнил я у Староконья «Дурдом!» — откликнул Санаторич «Ариночка Петровнычка с мужем развелась, Стариков наоборот, с Майей расписался, Рубан с инфарктом в больнице лежит Вместо него вроде как в портком трапезу из водоканала подтянуть собрались Жопа полная, Светлова держит оборону, ее тоже хотели наверху тащить, но ей до пенсии два года, на кое хер оно ей надо? А ты? А я к жене вернулся!» — усмехнул Санаторич «А уходил?» — два раза «Это все стоило переварить, Стариков и Май, перемены в райкоме, тут у них свои страсти и свои тайны мадридского двора, куда там фруктовой мафии и пробегом по Минску А санаторий построили?» «Так Исаков же приезжал ленточку перерезать, ввели в срок, представляешь, и на ПДО новый цех открыли, под какую-то модную мебель» «Минимализм!» — говорят, расхватывают чуть ли не с конвейера «А мебель делают на конвейере?» — поднял бровь я «А? Ой, не занудствуй, Гера, а то медовухой без тебя определяться будем!» «И что, хорошая медовуха?» «Бьется монотонно!» — усмехнул Санаторич, с кряхтением подставляя руки под очередной увесистый тюк с бумагой Из окон соседней хрущевки доносились ароматы жареной с луком картошки и маринованных помидорчиков Их доносил гулящий между домами свежий ветер, который сбивал с ветвей берез и ясеней последние листочки, заставляя их вальсировать и медленно опускаться на землю На козырьке над подъездом сидела ворона и материлась в голос, поглядывая черными бусинками глаз на пробегающих мимо двух ледащих кобысдохов Оранжевых, кудлатых, с хитрыми мордами «Анька, там твоя белочка опять с каким-то рыжим кобелем из дому сбежала!» — раздался истошный вопль откуда-то сверху «Ей-богу, я подумал, что это про собак, а нет, из дома напротив послышалось «Это не кобель, это Савка из пятого подъезда, он стоматолог!» — голос был кудак как противный «А, ну если стоматолог, то и черт с ним!» — громогласно возобили сверху Мы продолжили разгребаться с макулатурой, и когда каблучок был доверху забит бумагой, Анатольевич вдруг, взявшись за ручку водительской дверцы, остановился «Еще же одна новость есть, как раз по твоей части!» «Ну-ну, в посадке около новой больницы алкаши маньяка нахлобучили!» — радостно поведал Староконь. «Маньяка?» — удивился я. «Вот какое у человека мнение обо мне сложилось — алкаши, маньяки, нахлобучка! Все это моя тема, оказывается!» «Ну, трясунца! Он к беременным, что с женской консультацией на остановку шли, с мудями своими подкатывал уже больше месяца! А мужики там каждый день заседали со спиртными напитками в халабуде своей, фанерной, под соснами, ну и выследили его, и нахлобучили!» «В каком смысле нахлобучили?» — мое удивление нарастало. «Ну, отпинали ногами и в милицию притащили! Короче, я поехал на пункт макулатуру сдавать! Ты кофе попей, этих аглоедов собери в кучу и погоним на золтанов! Ага!» кивнул я. «Как же я скучал по Дубровице! Черт возьми, это ведь очень по-белорусски! Алкаши, которые бухали в хибаре под деревом, выследили и нахлобучили маньяка! Даже в 21 веке такое случалось! В один минский торговый центр приперся какой-то колумбайнер с бензопилой и топором, мечтая устроить знатную резню! Он даже поранил там кого-то, но потом мужики скинули ему на бушку мусорку и... И все! Это конец истории! Интересно, если бы Терминатор материализовался на Полесе, а не в Америке, его бы сдали на металлолом или приспособили бы обгонять бульбу? Спустя час я уже выпил весь кофе, что был в редакции, съел все бутерброды и посидел во всех кабинетах. Бабоньки вздыхали, мужики похихикивали. Светлова предложила вернуться, а я сказал, что подумаю, и это не было пустыми словами. Чувство, что я чужой, на этом празднике жизни жутко обострилось в Москве и засело где-то на уровне спинного мозга, когда я вернулся в Минск. Большие города дают свободу? Наверное. Как переклассики, такая свобода скрипит на зубах. Но уговорить Тасю сейчас бросить рубичи и переехать в Дубровицу? Ради собственного комфортного мироощущения? Эгоизм чистой воды. Потерплю я чужой праздник? Не впервой. А вот на Золотановском, спиртзаводе, праздник был свой собственный. Они теперь производили сорта спирта самого высокого качества, применяя новое и модернизированное оборудование. И вместо картошки теперь в качестве сырья использовали зерно. А еще предприятие перешло на хозрасчет и теперь имело право отчасти распоряжаться своими сверхдоходами. Народ тут работал веселый, даже слишком, при этом абсолютно трезвый. Это на спиртзаводе-то. Местные женщины и мужчиншины, одетые в аккуратно синие спецовки, постоянно хихикали, подтрунивали друг над другом и над начальством, не переходя при этом определенных границ. Директор спиртзавода с веселой фамилией Михайлович встречал нас у проходной. «Так-так-так, целая делегация. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Это наша любимая газета Дубровчан, Маяк. Этих я знаю». Он кивнул на Шкловского и Старикова, а потом повернулся ко мне. «А вы из Комсомолки, что ли? Вы же тоже раньше в Дубровице? Погодите, вы Белозор?» Я сделал несколько реверансов, а потом сказал. «Грешин, имею честь являться Белозором. В бытность свою корреспондентом Маяка до вас не добрался. Так вот, от Комсомолки приехал. Не томите, вы нам экскурсию проведете? Расскажете о производстве, о людях, о том, каким таким чудесным образом к вам на работу городские едут и почему в Золотанове остаются». «Так это...» – удивился Михайлович. «Мы зарплату даем и дома народу строим. До города 15 километров. Заводской автобус ходит. Магазинов у нас аж 4. Речка Ведрич. Вон какая красивая. Природа, воздух, лепота. Почему не жить?» «Вот вам, пожалуйста, простой ответ на сложные вопросы. Как закрепить работников на селе? Дайте денег, дайте жилье, дайте транспорт. И к вам поедут». В общем, экскурсия начиналась отлично. Помимо собственно спирта, тут делали много всякого разного. Квастное сусло и кормовые дрожжи, например. Кислые и хлебные запахи витали вокруг нас. Заставляет то морщиться, то мечтать о пенном прохладном напитке из большой стеклянной кружки. Ребят забрала симпатичная кадровица Татьяна, фигуристая и приятная в общении девушка, и повела их к тем самым людям труда, о которых мечтал Шкловский. «Татьяна, вы ведь молодой специалист? Давайте мы про вас тоже напишем». Тут же распустил хвост Даня. А Старикова распускать хвост было нельзя. Он ведь женился недавно. Я, впрочем, тоже не прогадал. Наш с Михайловичем путь лежал через все производственные помещения, цеха и подразделения. Среди причудливых переплетений труб, огромных оцинкованных резервуаров, лесенок, переходов, чанов, баков и черт знает чего еще. Я снимал, записывал на диктофон, слушал рассказы директора, впитывая окружающую действительность. Все для меня было вновь необычно и удивительно. Финальной точкой нашего маршрута стала лаборатория контроля качества, которой заведовала женщина куда более интересная. Владлена Арнольдовна Эмирханова, ни больше, ни меньше. Годиков ей было этак 50, но выглядела она цветущей и жизнерадостной. Короткое каре, очень даже видимая талия, аккуратный белый халат, умеренный элегантный макияж. Завлаб вполне могла дать фору молодым. Лаборатория тоже была на уровне, местные ею прям гордились. Все до последней скляночки сверкало и сияло чистотой. Ну да, пресса приехала, но настоящий матерый бардак никакой спешной уборкой не скрыть. На одном из столов стояли хрустальные бокалы. Рядом с каждым бирочка. Какой именно сорт пищевого спирта дегустируется из этой посуды? Между прочим, каждое утро. И в чем же ваш секрет? Не удержался я. Хожу по заводу, поражаюсь. Все такие веселые, молодые, активные. О-о-о, сказала Владлена Арнольдовна. Секрет прост. Мы все открыты к новому, готовы учиться, развиваться и пробовать что-то оригинальное. Я никогда не отказываюсь от командировок, семинаров, курсов. Нужно видеть, как работают другие предприятия. Нужно общаться с людьми, обмениваться опытом. Да, товарищ Эмирханова, у нас та еще путешественница. Хитро заулыбался Михалыч. Только за последний год пять поездок. Мне особенно понравился Киев, сказала она. На киевском ликероводочном был очень впечатляющий семинар. Дегустация двадцати пяти сортов продукции. Кажется, я начинал понимать, в чем все-таки главный секрет местной приподнятой атмосферы и жизнерадостности. Двадцать пять сортов. Это если даже по глоточку, то... Провожали нас солидной делегацией. Народ визитом прессы в целом остался доволен. А фигуристая Татьяна очень уж широко улыбалась Шкловскому. Шкловский млел. Вот мы для вас подготовили сувениры. Засуетился Михалыч уже на проходной и взял из рук у подбежавшего помощника четыре картонные коробки. Открыв одну из них, директор спиртзавода продемонстрировал содержимое. Какая-то полиграфия, типа настенных календариков и блокнотов, и стеклянные, закрытые кронинпробкой полулитровые бутылочки с минералкой. Золотановская номер один. Вот что было написано на этикетке. Лечебно-столовая, негазированная. Ну что ж, и водичка на обратном пути пригодится. У меня, например, во рту пересохло от долгих бесед с разговорчивым Михалычем, так что, тепло попрощавшись с местными и дождавшись, когда Анатольевич вырулит на трассу, я тут же полез в коробку с подарками. Складным ножом отковырнул пробку и присосался к горлышку. А-а-а! Из глаз у меня брызнули слезы. Изо рта и ноздрей, кажется, полыхнуло пламя, а из ушей пошел дым. Будем называть вещи своими именами, усмехнулся Анатольевич. Это не минералка.